Всем привет из Хайфы! И сегодня я хочу вам показать одно из самых красивых мест в Хайфе. Это променадная дорога или променад Луи. Вот видите уже, какой красивый вид открывается. Ну а мы продолжаем свой путь. Там невдалеке есть детская площадка, еще несколько скульптур. Я сейчас все вам покажу. Оставайтесь с нами, будет интересно. Вот верхняя часть Бахайских садов. А здесь расположена, установлен памятник и пушка, связанные с двумя событиями. Первый это 1998 год, связанная с кассером Германии Вильгельмом II. Он посетил гору Кармель во время своего пребывания на Святую Землю. Вторая история. Это 1918 год. Армия британского генерала Аленби захватила Хайфу. Ну а мы с вами продолжаем свой путь. Дальше. Кстати, длина променада 400 метров. Вокруг находится парк, детская площадка, скамейки, лавочки, фонтанчики. Очень-очень красивое место. Его любят как туристы, так и местные жители. Посмотрите, какой вид. Кстати, сейчас, вот смотрите, стоит лайнер в порту. Вот такой лайнер у нас сегодня в гостях в Хайфе. Это Бахайский храм, это улица Бэн-Гуриона. Кстати, там всегда новогодняя елка. И на Новый год это самая красивая улица. Сюда приезжают со всего Израиля. У меня есть видео, можете посмотреть. Ну а здесь находится парк и детская площадка Розенгарден. Спонсорами которой является семья канадских евреев Розельман. С нее, кстати, тоже вдалеке видно море. Очень красиво. Площадка небольшая, но деткам тоже все равно нравятся. Вот такие вот лазилки интересные. Такие качели. Там ватрушки. Ну и, конечно же, вид. Такой красивый на море. Такой красивый на море. Вот смотрите. Также отсюда есть лавочки с красивым видом. Камеечки. Можно сидеть и любоваться вот на такой залив. Почему у него такое интересное название «Променадная дорога Луи»? Это очень грустная история. Она начинается с 50-х годов прошлого столетия, когда семья из Южной Африки приехала в Израиль. И мальчик, юноша, сын в этой семье погиб за несколько недель до выпускных экзаменов. Это был 71-й год. И через 21 год семья в память о своем сыне спонсировала вот эту променадную строительство этой променадной дороги. Вот такая грустная история. Памятника вы здесь, конечно же, не увидите. Но есть скульптура. Она сейчас вся... Ее не видно. Сейчас я попробую подойти с другой стороны. Видите, какой фонтан. Это вот цветы. Стрелиться с красивым названием. Я думаю, с этой стороны. Что мы пришли? Питьевая вода. Мы возвращаемся к этой истории. Как видите, вдалеке видна скульптура. И очень плохо видно она в зарослях. Это скульптура Лань. Вместе со своим детенышем. Как бы мама прикрывает, защищает своего детеныша. Это в память юношевые. Место считается это также достаточно романтичным. Наверное, потому что все-таки молодость и романтика они ведут рука об руку. Здесь можно услышать разную речь со всех концов земного шара. Потому что, действительно, смотрите сами. Какой божественный вид тут открывается. Очень много свадеб здесь фотографируются, устраивают фотосессию. Там дальше мы сейчас дойдем. И все там также очень-очень красиво. Не зря Хайфа считается балконом в Европу, как ее называют. Потому что, действительно, Хайфский залив с высоты Кармеля бесподобен. И вот мы поднимаемся на эту площадку. Ну, здесь уже, как я и говорила, фотосессии. И посмотрите, какой вид открывается. Это просто сказка. Весь мир у твоих ног. Нету. Это Хайфа. Вот такие лавочки. Деревья. Ну, а здесь, конечно, как видите, вот красивый-красивый вид на Хайфский залив. Смотрите, сколько фотографий. Люди просто стоят, любуются. Многие садятся даже на эти ступеньки и просто смотрят. Здесь очень-очень красиво наблюдать закат. И фотографии бесподобные. И посмотреть просто, посидеть великолепно. Вот такая красота у нас в Хайфе. Там дальше дан панорама гостиницы. Дальше еще есть немножечко по ту сторону там зоопарк. Детская площадка хорошая. У меня есть видео по этой теме. Ну, а на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки, нажимать на колокольчик. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Если знаю ответ, с удовольствием отвечу. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok